Более чем на 70% завершилось строительство Южного газового коридора на территории Азербайджана и Грузии. На завершающей стадии находится работа по расширению Южно-Кавказского газопровода. Ускоренными темпами ведется строительство Трансанаталийского трубопровода. Составная часть проекта предусматривает транспортировку азербайджанского газа на турецко-греческую границу. Ведем мы его в строй, как и планировалось, в 2018 году, с поставкой газа в Турцию и в последующем, в 2020 году, с поставкой нашего газа в Европу потребителям Болгарии, Греции, Италии и других странах, как я уже говорил. На сегодняшний день выполнено порядка 75% работ на территории Азербайджана и Грузии. В соответствии с графиком также ведутся работы по проекту «Шах Денис-2», общие запасы которого составляют 1,2 трлн кубометров газа. Там добывающих скважин, вы знаете, будет выведено на эту плату 26 добывающих скважин. 10 из них уже пробурено. Проекта «Шах Денис-2» в целом по Абстриму, у нас 77% работы уже выполнено. Сегодня газ «Шах Денис-2» является основным источником топлива для транспортировки по Южному газовому коридору. В будущем к энергетическому проекту могут присоединиться и другие газодобывающие страны. Сегодня вы прекрасно знаете, что к нему обращены взоры Ирана, Ирака, Кипра, Израиля и так далее. Очень много сегодня стран, которые сегодня пристально, я бы сказал, наблюдают за развитием этого газового коридора, проекта и так далее. Сегодня все балканские страны, они кровно, я бы сказал, заинтересованы в том, чтобы этот проект был бы реализован и они сумели бы обеспечить себя дополнительными объемами природного газа и так далее. Стоимость Южного газового коридора, который оценивался в 45 миллиардов долларов, снижается на фоне колебаний мировых цен на нефть. В целом по проекту сэкономлено 10-15% средств. Это огромный, серьезный проект, который во всех своих элементах на сегодняшний день идет и реализуется строго по графику и в соответствии с бюджетом. Иногда, и это приятно отметить, даже и с существенным снижением этого бюджета, существенной экономией затрат. Экономия затрат только на территории Азербайджана и Грузии на сегодняшний день уже приближается порядка к 10-15% от того, что мы для себя планировали. Официальный представитель СУКАР также отметил, что число занятых в проекте приближается к 40 тысячам человек.